Добрый день, друзья! В эфире блог «Правовой компас». Дела бывших влюбленных по поводу совместных переводов и подарков – это особый жанр. Они не столько о праве, сколько о разочаровании и обидах. Вот одна история подобного жанра. Ольга начала встречаться с Дмитрием три года назад. Он часто приезжал к ней, делал подарки, время от времени переводил деньги. Девушка ждала, что они создадут семью, однако этого так и не произошло. Вместо предложения руки и сердца Ольга получила повестку в суд. Несостоявшийся жених потребовал вернуть все деньги, которые перевел возлюбленный за годы отношений и даже обратился в правоохранительные органы. Аргументы Дмитрия. У возлюбленной часто возникали проблемы с деньгами. Она просила меня помочь с покупкой машины, квартиры. Дмитрий не отказывал и приводил ей на карту столько, сколько было нужно. За все время получилось около 1 миллиона рублей. Сейчас их отношения прекратились, и поэтому он хочет вернуть свои деньги. Дмитрий просит суд взыскать с Ольги 1 миллион рублей как неосновательное обогащение, проценты за пользование чужими денежными средствами, госпошлину, расходы на нотариуса и юриста. Какие же аргументы Ольги? Она была уверена, что они поженятся, но ухажер отказался, поэтому она от него ушла. Когда они расстались, бывший начал требовать с нее миллион рублей, написал заявление в полицию и на работу. Дмитрий действительно делал ей денежные подарки. Ольга считала, что для мужчины нормально поддерживать женщину не только морально, но и материально. Переводы Ольга принимала как проявление чувств, демонстрацию серьезности отношений. Просила в иске отказать. И тут началось самое интересное. Первая апелляционная кассиционная инстанции постановили взыскать с Ольги все до последней копейки. И только решение Верховного суда поставило все на свои места. Если человек добровольно перечисляет деньги, возвращать их не нужно. Оказалось, что подобный случай не единственный, и обиженные кавалеры массово подают иски, требуя деньги от бывших возлюбленных. С деньгами мы вроде бы разобрались. А если кавалер подарил дорогой смартфон последней модели или золотые сережки? Ну, допустим, ухажер сохранил чеки и коробки от подарков. А после разрыва требует презент обратно. Но и здесь практика стоит на своем. Согласно статье 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации, не подлежит возврату добровольно сделанный подарок. А вот что делать с недвижимостью, которую оплатили, построили, а при разладе хотят забрать у бывшей? Об этом расскажу в следующем выпуске блога. А сегодня наше путешествие по волнам законов подходит к концу. Чтобы бросить якорь и не забыть мои советы, подписывайтесь на группу «Утро первого ВКонтакте» и продолжайте присылать ваши ситуации для юридического разбора. Самые интересные обязательно увидите в эфире. Ну что, поехали, право руля!